Президент Египта призвал Россию возобновить Черноморское зерновое соглашение и обеспечить безопасность поставок украинской агропродукции. Страны Африки требуют от России разблокировать зерновой коридор. Это решение должно быть приоритетом, заявил на саммите Россия-Африка глава Африканского союза Азели Асумани. Все это на фоне обещаний Путина бесплатно доставлять российское зерно в определенных количествах некоторым африканским странам. Пиар-шоу Путина так назвала Петербургский саммит министр экономического сотрудничества и развития Германии Свяне Шульца. Подробнее об этом в нашем материале. Саммит Россия-Африка Кремль организовал для того, чтобы создать у россиян иллюзию международной поддержки режима, считают аналитики. Даже несмотря не на самый высокий представительский уровень мероприятия. Во втором саммите 27-28 июля приняли участие 17 глав африканских государств. Тогда как в первом в 2019 году участвовали 43 африканских лидера. А глава нового банка развития, созданного странами-членами БРИКС, при активном участии России, сделала жёсткое заявление накануне саммита. Она сказала, что ещё в прошлом году новый банк развития приостановил все свои операции на территории России. И менять эту практику не собирается, поскольку банк действует строго в рамках международных санкций. Любые предложения по поводу обсуждения новых операций МБР в России беспочвены. Дил Марусов, глава нового банка развития, НДБ, из заявления на сайте банка. Ещё одна сверхзадача Кремля – купить лояльность африканских государств. Россия простила африканским странам долги на сумму в 23 миллиарда долларов, большинство которых появилось ещё во времена СССР. Развитие связи с африканскими странами Путин назвал одним из неизменных приоритетов Российской Федерации. Для нас очень важное значение имеет проведение этого форума. Всестороннее развитие связей со странами Африки в политике, в области безопасности, в торгово-экономической и гуманитарной сферах – это один из неизменных приоритетов российского внешнеполитического курса. Путин пообещал лидерам некоторых африканских стран в течение нескольких месяцев бесплатно доставить десятки тысяч тонн российского зерна. В ответ африканские лидеры призвали Россию немедленно разблокировать работу зернового коридора и обеспечить безопасность поставок украинской агропродукции. Соглашение о поставках зерна должно быть возобновлено, чтобы попытаться спасти тысячи людей, которые зависят от этого импорта. «Наибольшему риску сейчас подвергается экономическая продовольственная безопасность Африки. Особенно с учётом того, что континент уже серьёзно пострадал от скачков цен на продовольствие, вызванных перебоями в его поставках». Попытку Путина позиционировать Россию как наиболее привлекательного союзника африканских государств аналитики называют заведомо провальной. Репутация России в Африке сильно пошатнулась из-за выхода из зернового соглашения. Помимо типичных дипломатических банальностей и обещаний продолжения сотрудничества и развития, путинская риторика на форуме «Россия-Африка» не представляет собой серьёзного отклонения в политике Кремля в отношении африканского континента. Репутация Путина и российского правительства, вероятно, пострадала из-за ряда недавних факторов – выхода России из черноморской зерновой инициативы и ударов по украинской портовой инфраструктуре. Из официального отчёта Института изучения войны. Администрация Байдена раскритиковала Москву после заявления Путина лидерам и официальным лицам большинства африканских стран, что его страна прилагает все усилия для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Несмотря на риторику России, они на самом деле очень мало, очень мало инвестируют в Африку. Всего 1% от прямых иностранных инвестиций, которые идут на континент. Своими обещаниями Кремль стремится перевербовать любыми способами как можно больше стран Африки на свою сторону, считают аналитики. Пока результат скорее отрицательный. За неделю до саммита в Санкт-Петербурге власти ЮАР обратились в прокуратуру за ордером на арест Путина. Это означает, что в случае визита в Южную Африку президента России там обязаны арестовать.